Коллеги, доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о новом функционале в сервисе Трудоохрана-360. Это проверка знаний по охране труда у сотрудников в комиссии предприятия. Как проверяются знания, как создается комиссия, как в сервисе автоматически формируется сам протокол проверки знаний, удостоверение по охране труда, и создается комиссия, которая принимает экзамены по охране труда у сотрудников в самой организации на предприятии. Мы все прекрасно знаем, что все работники, руководители, директора, любые юридические лица обязаны проводить и проходить проверку знаний требований охраны труда. Об этом говорит нам статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации. Порядок, сам порядок проведения, виды обучения и проверка знаний устанавливаются Трудовым кодексом. И основным нашим документом это порядок обучения по охране труда и проверке знаний охраны труда работников организации, который утвержден совместным постановлением Министерства труда и Министерства образования 1.29. Также у нас действует ГОСТ 12.0204-2015. Это стандарт организации обучения безопасности труда. Но мы все знаем, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Он необязательный к применению. Им можно руководствоваться, можно нет. Но если в организации принята система стандартизации, то работодатель, который прописал в своих локальных актах в организации о том, что ГОСТ он применяет, тогда действуем и работаем по ГОСТу. Но тем не менее, основной наш документ, который прошел регистрацию в Министерстве, это, естественно, порядок обучения 1.29 и Трудовой кодекс. Проверка знаний по охране труда. Первичная проверка знаний, да, прекрасно все знаем. Очередная, повторная и внеочередная проверка знаний. То есть проверку знаний должны проходить работники рабочих профессий. И проверку знаний проводят кто? Непосредственный руководитель работы. То есть их непосредственные руководители. В объеме правил, инструкции по охране труда, специальных требований безопасности охраны труда, а руководители и специалисты организации проходят очередную проверку знаний не реже одного раза в три года. Обратите внимание, что внеочередная проверка знаний обязательно проводится при определенных условиях. Если вдруг изменился технологический процесс, если вступили в силу новые правила по охране труда, и работники касаются этих вопросов, допустим, правила по охране труда при газо- и электросварочных работах, то есть те сотрудники, которые связаны с проведением этих работ, с ними нужно обязательно провести внеочередную проверку знаний. Если вдруг произошел несчастный случай, да, выдано предписание государственного инспектора труда, в таких случаях тоже нужно обязательно проводить внеочередную проверку знаний. Если был перерыв в работе, если ввели в эксплуатацию новое оборудование, либо изменился технологический процесс, во всех этих случаях мы должны провести внеочередную проверку знаний с работниками. Каков сам объем, да, время проведения внеочередной проверки знаний, да, то есть та сторона, которая ее инициирует, она и определяет это время, да. То есть сам состав комиссии, да, утверждается приказом работодателя. Чуть позже мы поговорим о количестве, которые должны входить в комиссию по проверке знаний по охране труда. Руководители организации, руководители структурных произведений, специалисты службы охраны труда, либо руководители службы охраны труда, главные специалисты организации, представители профсоюза, да, либо уполномоченные по охране труда, они, естественно, входят в состав комиссии и инициируют проведение той или иной проверки знаний. Значит, для проведения проверки знаний, как я уже говорила, приказом, да, либо распоряжением работодателя создается комиссия. По порядку обучения 1.29 четко прописано, что в состав комиссии должно входить не менее трех человек, да, то есть нечетное количество. Почему нечетное, да, любой состав комиссии – это коллегиальный орган, в котором, если вдруг будет четное количество сотрудников, да, то, естественно, единогласное решение может поделиться пополам, да, четное количество. Два за, два против. Поэтому всегда делается нечетное количество. В состав комиссии обязательно включаются руководители организаций и их структурных подразделений, сам специалист по охране труда, либо руководитель службы охраны труда, да, главные специалисты, это может быть технолог, механик, энергетик и так далее. Обязательно, если есть профсоюз, то включается представитель профсоюзного органа, да, либо полномоченный доверенный, либо представитель трудового коллектива. Обязательно в комиссии должен быть председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Чуть позже мы поговорим, да, секретарь и члены комиссии, да, секретарь входит в состав членов комиссии, да, или он просто ведет сам протокол, И фиксируют результаты проверки знаний. Проверка знаний требования охраны труда работников, в том числе руководителей, проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами, в соответствии с инструкциями, правилами, теми должностными обязанностями, которые возлагаются на работников. Обязательно результаты проверки знаний оформляются протоколом с выдачей удостоверения по охране труда. При проверках инспектор-гид обязательно проверяет сам протокол проверки знаний, когда комиссия внутри организации созданной, сдаются экзамены, и удостоверения, которые выдаются работникам по итогам сдачи проверки. Если работник не сдал экзамен, то в протоколе пишем «не сдал», и обязательно отправляем его далее учиться, и в течение месяца он обязан повторно сдать экзамен, для того, чтобы его можно было допустить к работе, и он выполнял свои функции. Протокол обязательно оформляется. В протоколе должны быть подписи самого председателя комиссии и всех членов комиссии. Бывают вопросы. Если мы сделали приказ и перестраховались, и включили в состав комиссии 5 человек – председатель, заместитель, секретарь, но в протоколе стоят подписи только трех, потому что только три члена комиссии принимали экзамены, будет ли легитимна такая проверка знаний и такой оформленный протокол? Нет. Инспекторы к этому, естественно, придираются. То есть вопрос, что если у вас в приказе назначено 5 человек, которые принимают экзамен, они должны присутствовать и должны быть их подписи. Ну, присутствие доказать сложно, а вот подписи всех пяти членов комиссии обязательно должны быть в протоколе проверки знаний. Далее. Одно из самых главных обязанностей работодателя, это 212 статья, это обучение всех работников, проведение инструктажей, оказание первой помощи, обучение и стажировка на рабочем месте. И опять же мы видим проверка знаний требований охраны труда. Если работники не прошли в установленном порядке проверку знаний и обучения, то их нужно отстранить от работы. Обучение работников рабочих профессий. В течение месяца, первичное обучение, в течение месяца работники рабочих профессий должны обязательно пройти это обучение и сдать экзамен, то есть проверку знаний. Смотрим порядок обучения 1.29, пункт 2.2.2. В этом пункте четко прописано, что работники рабочих профессий, которые принимаются на работу с вредными и опасными условиями труда, а мы знаем, что это класс 3.4 и подкласс 3.1.3.2.3, обязательно должны проходить обучение со стажировкой и сдачей экзамена. Значит, если работник рабочих профессий приходит на работу на вредные условия труда, то кроме обучения проводится стажировка и обязательно сдача экзамена. Кроме того, с этими работниками проводится, естественно, периодическое обучение и проверка знаний. Всем остальным работникам, у которых допустимый класс условий труда, 1 и 2, достаточно проходить инструктаж, стажировку на рабочем месте, если есть вредные условия труда, и все эти вопросы отражаются в процессе обучения первичного инструктажа. Обратите внимание, что когда сдают экзамены работники рабочих профессий при работе на вредных условиях труда, периодичность в порядке 1.29 четко не регламентирована. То есть все отдано на откуп работодателя. То есть работодатель, директор, сам принимает решение на количество программы обучения, сколько работники должны проходить по времени, 5, 6, 7 смен, да, и периодичность сдачи повторной проверки знаний для работников рабочих профессий. Это может быть один раз в год, кто-то устанавливает один раз в два года, но мы знаем, что в порядке обучения 1.29 четко для руководителя-специалистов это периодичность проверки знаний и обучения один раз в три года. Поэтому, конечно, один раз в три года делать для работников рабочих профессий проверку знаний, Это не серьезно. То есть получается, что руководители специалисты один раз в три года сдают по закону, и работодатель для работников рабочих профессий также установил такую периодичность. Но, как правило, на практике во многих организациях и предприятиях повторная проверка знаний и обучения работников рабочих профессий проходит один раз в три года. Это, как правило, на практике. Если периодичность обучения и проверки знаний рабочих профессий не определена, в каких определенных правилах отраслевых по охране труда, то работодатель, как я уже говорила, устанавливает эту периодичность сам, самостоятельно, и утверждает это локальным нормативным актом своей организации. Ну, допустим, правило по охране труда при проведении электрогазосварочных работ 11.01Н. Там четко прописано, что не реже одного раза в год. То есть если отраслевые правила, в них прописана периодичность, то, естественно, руководствуемся и работники, которые занимаются этим видом работ, они проходят один раз в год. Те работники рабочих профессий, которые впервые поступили на работу с вредными и опасными условиями труда и которые имеют перерыв в работе более года, они должны в течение месяца после назначения на эти работы обязательно пройти обучение и сдать экзамен, проверку знаний. На практике, что это означает? Это означает, что если работник впервые поступает на работу с вредными условиями труда, то сначала работодатель проводит с ним, кроме всех инструктажей, это обучение, обязательно стажировку на рабочем месте. Здесь обращаю ваше внимание, что периодичность, количество смен стажировки устанавливает также сам работодатель. В ГОСТе по обучению 2015 года написано там от 3 до 15 смен, но если ГОСТ носит добровольный характер, что есть на самом деле, но работодатель принял его решение, поэтому он устанавливает от 3 и более смен. Если стандартизация в организации не утверждена и не принята, то это право работодателя, это может быть 2, 5, 7 смен. В зависимости от опытности работника, от его знаний, квалификации, обязательно прикрепляется наставник, опытный сотрудник, который его стажирует, то количество смен, которые прописал сам работодатель. Если работник не впервые поступает на работу с средними условиями труда, то работодатель также проводит с ним обучение, стажировку на рабочем месте, а вот периодическое обучение он может провести через год или в другие сроки, потому что он это определяет своим локальным документом. Естественно, обучение по охране труда проводится также при подготовке работников, рабочих профессий, когда идет переподготовка, он переходит на другое рабочее место и так далее. То есть в этих случаях обязательно, в любом случае проводится и обучение, и проверка знаний. Руководители и специалисты организации. Они проходят специальное обучение в объеме своих должностных обязанностей, также при поступлении на работу в течение первого месяца. Далее по необходимости, но не реже одного раза в три года. Об этом нам прописывает порядок обучения 1.29. Это периодичность, этот срок там точно закреплен. Данный вид обучения руководителя и специалистов может осуществляться непосредственно как силами работодателя, то есть у себя внутри в организации при создании комиссии, так и через обучающие организации, учебные центры. Обязательные требования для обучения по охране труда руководителя и специалистов – это наличие комиссии у работодателя, если он проводит обучение руководителя и специалистов у себя внутри в организации. Как минимум, я уже говорила, это три человека должно быть в комиссии по проверке знаний. Проверка знаний в комиссии предприятия проводится руководитель специалистов по программам обучения. Примерные программы обучения утверждены Минтрудом, номер 153, можно будет посмотреть, там прописано и время обучения, это минимум 40 часов, и те разделы, темы, которые должны быть включены в программу обучения. Обратите внимание, пункт 2.3.1 порядка обучения 1.29 четко говорит, кто должен проходить обучение по охране труда и проверку знаний в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти. Вопрос. Федеральный орган исполнительной власти. Кто это и где? На сегодняшний день у нас есть только один федеральный орган исполнительной власти, где проходит обучение, вот именно определенные руководители, специалисты, да, которые занимают определенные должности, это Всероссийский научно-исследователь институт экономики и охраны труда. В нем проходит обучение, да, это руководители организации, то есть директор сам, его заместители, которые курируют вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, руководители, работодатели, которые занимаются предпринимательской деятельностью, специалисты, руководители, инженерно-технические работники, которые занимаются проведением работ на рабочих местах в производственных подразделениях, которые осуществляют контроль за проведением работ своих сотрудников, ну, педагогические работники, специалисты службы охраны труда, то есть сам специалист, руководитель службы охраны труда, работники, на которых работодатель возложил обязанности по организации работы охраны труда, члены комиссии по проверке знаний, которые работодатель организует у себя в организации, уполномоченные и доверенные, члены комиссии по проверке знаний, они должны проходить обучение вне экономики охраны труда, то есть в обучающих центрах федеральных органов исполнительной власти. Обучить внутри комиссии этих сотрудников своими собственными силами не предоставляется возможным. Это будет нарушение порядка 1.29. И такая проверка знаний обучения будет призвана при проверке нелегитимной, да, будет наложен штраф, что эти сотрудники прошли обучение не в соответствии с действующим утвержденным порядком обучения. Если мы посмотрим на пункт 2.3.2 порядка обучения, на первый абзац, то мы увидим, что нам регламентирует этот порядок. Именно этот абзац 1 пункта 2.3.2. Там четко прописано, что обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по соответствующим программам непосредственно в самой организации или образовательными учреждениями профессионального образования и учебными центрами, которые имеют, естественно, лицензию на право ведения образовательной деятельности, имеют преподавательский состав, они специализируются по вопросам охраны труда, и у них есть материально-техническая база. А вот если мы посмотрим тот же пункт 2.3.2, но уже 10-й абзац, там четко прописано, что руководители и специалисты организации могут проходить обучение проверку знаний в самой организации, которая имеет комиссию по проверке знаний. Вот положение этих абзацев не выделяет, каких именно руководителей и специалистов можно обучать своими силами. Поэтому делаем вывод, какой. То есть эти положения позволяют организовать обучение и проверку знаний руководителей и специалистов у себя в организации. За исключением тех, о которых я говорила ранее, которые обязаны пройти обучение и проверку знаний только в федеральном органе исполнительной власти, да, в образовательной организации. Положение абзацев 2 и 9 пункта 2.3.2 устанавливает, в каком уровне образовательных организаций нужно проходить проверку знаний. Но эти требования противоречат федеральному закону об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон об образовании о чем говорит? Что любая образовательная организация любого уровня, имеющая соответствующую лицензию, имеет право на осуществление своей деятельности. То есть организации, достаточно обучить требованиям охраны труда в образовательной организации трех членов комиссии, как я говорила, минимум, а всех остальных руководителей, специалистов, можно проверять их знания у себя в этой комиссии, в организации, да, своими собственными силами. Пункт 3.4 порядка обучения нам позволяет и говорит, что для проведения проверки знаний создается комиссия в составе не менее трех человек, которые прошли обучение в установленном порядке. То есть комиссия обязательно должна состоять из председателя, заместителя, секретаря и членов комиссии. Обратите внимание, что председатель, секретарь и все члены комиссии и остальные входят в сам состав. То есть согласно порядку 1.29, как мы уже говорим, минимум три человека. То есть комиссия состоит из председателя комиссии, он же является членом комиссии, один человек. Секретарь, он тоже является членом комиссии, один человек. И члена комиссии, на которую возложены дополнительные функции, не председателя и не секретаря, один человек. То есть создав такую комиссию, мы выполняем требования порядка 1.29, да, часть 1, пункта 3.4. Все легитимно, все законно, претензий со стороны контрольно-надзорных органов, инспекции труда не будет. То есть штраф наложить вас за неправильно сформированную комиссию у инспектора, естественно, не будет такой возможности. По части 4, пункта 34, это касается случаев, когда работодатель по своему желанию может создать комиссию в составе более трех человек, да, то есть 5, 7, 9 и так далее, тогда может быть и заместитель председателя, и другие члены комиссии. Это право работодателя, но не обязанность. Должно быть минимум три. Больше, пожалуйста, но это не обязательно. Обратите внимание, что какое количество часов обучения. Я уже говорила, да, что есть типовые программы обучения, утвержденные Минтрудом, там для руководителя-специалистов стоит время 40 часов. Но количество часов обучения по охране труда для руководителей и специалистов, да, это типовая программа, да, она не обязательна к исполнению, а рекомендательные документы устанавливают именно эти типовые программы не менее 40 часов. Если мы посмотрим пункт 2.3.6 порядка обучения, то там написано, что обучение по охране труда руководителя и специалистов организации осуществляется при повышении их квалификации по специальности. И согласно действующим в настоящее время законодательным требованиям, минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. Если мы посмотрим приказ Минобор России от номер 499 по Москве об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, там 12 пункт есть, да, там как раз написано 16 часов, но каждая работодатель имеет право определить количество часов обучения работников рабочих профессий, естественно, на свое усмотрение, да, то есть как он посчитает нужным. Потому что в пункте 2.2.3 порядка обучения четко прописано, о чем я говорила ранее, что порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда работников рабочих профессий устанавливает сам работодатель. То есть это может быть 8 часов, менее 8 часов, может быть 10, 12, 16 и так далее, то есть по вашему усмотрению. Ориентируемся на количество вопросов, которые необходимы работнику той или иной профессии, в зависимости, какие требования безопасности труда к нему предъявляются. Поэтому мы это освещаем в программе обучения и определяем то количество часов, которое мы считаем нужным. Это все отдано на откуп работодателя. Какие можно сделать выводы? Значит, либо для специалистов-руководителей мы ориентируемся на типовые программы 40 часов, а для работников рабочих профессий мы устанавливаем это самостоятельно приказом работодателя, да, либо его распоряжением. Либо работодатель обучающей организации устанавливает количество часов самостоятельно, но не менее 16 в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации. Требования Конституционной комиссии работодателя и к форме удостоверения о проверке знаний обязательно лишь те, которые устанавливали на порядком обучения номер 1.29. Четко прописали, да, то есть для себя понятно, что мы сделали эти выводы. В сервисе трудаохраны 360 мы будем размещать, да, сейчас уже это в разработке, те основные штрафы, которые могут накладывать инспекторы при проверках, да. Вот сейчас на слайде в статье 5.27.1, да, то есть он накладывает штраф инспектор, если отсутствует обучение и проверка знаний, далее медосмотры и так далее. То есть обучение и проверка знаний движет штрафом, если работники не прошли своевременно, либо нарушили сроки проведения этой проверки знаний. Штрафы от 110 до 130 тысяч. Наказание в виде предупреждения за допуск работника без обучения по охране труда не предусмотрено. То есть он не предупредит, а даже первый раз, когда он выявит эти нарушения, инспектор накладывает штраф. В сервисе трудаохраны на главной странице формирует сам список сотрудников, которым нужно провести проверку знаний. То есть загрузили штатное расписание, поставили галочки первичной проверки знаний, и сервис сам покажет, когда нужна повторная проверка знаний. Обратите внимание, что на главной странице есть уведомление, которое будет появляться за 2 недели, то есть за 14 дней до даты мероприятия. То есть списки сотрудников для инструктажей, также для проверки знаний, они формируются по уже предустановленным правилам. Но вы имеете возможность самостоятельно отредактировать в зависимости от той периодичности, которая принята у вас в организации, либо на предприятии. То есть повторная проверка знаний работников рабочих профессий один раз в год, либо один раз в полтора года, может быть в два года, а может быть через полгода. То есть как вы приняли, какое у вас есть решение. То есть вы можете эти предустановленные параметры самим в сервисе поправить и поставить тот срок, который вам нужен. После проведения проверки знаний в самом сервисе нужно завершить мероприятие. То есть вы убираете, сдал экзамен или не сдал, либо пропустил по каким-то причинам уважительную проверку знаний, поставили эти галочки в чекбоксах, и сервис это запомнил. После этого вы можете сформировать комиссию. У вас есть фамилия, имя, отчество членов комиссии, с утвержденным приказом вы создаете саму комиссию. Причем сервис он не просто автоматически подгрузит в состав комиссии тех сотрудников, в которые вы поставили галочки инженерно-технических руководителей, специалистов, он подскажет, что действующая комиссия, либо не действующая. Потому что если вдруг кто-то из членов комиссии, то есть вы в начале года сделали приказ о создании комиссии по проверке знаний у себя на предприятии, кто-то из членов комиссии через какое-то время уволился, и нужно, естественно, внести изменения в этот приказ и сформировать новую комиссию. Вы обучили сотрудника, внесли изменения в приказ, сервис вам именно подскажет, что старая комиссия, состав комиссии нелегитимный, потому что сотрудник уволен, и вы поставите галочку на нового сотрудника, члена комиссии, и протокол проверки знаний будет сформирован автоматически. То есть подгружается состав комиссии, определенные фамилии, отчества и так далее, и так далее, что нам требует сам порядок обучения при заполнении протокола проверки знаний. Далее собираем только подписи сотрудников, которые сдают этот экзамен. То есть протокол проверки знаний всегда у вас будет храниться в архиве, в сервисе, он всегда будет по-другому за любой период времени, по любому структурному подразделению, по любому филиалу, по вашей организации. Можно посмотреть все эти протоколы, их можно, естественно, распечатать, сформировать, собрать в папочку, но, тем не менее, в электронном виде они у вас хранятся в сервисе неопределенное количество времени, сколько вы захотите. То есть сервис сам заполнил протокол за вас, да, то есть форма, она утверждена у нас порядком обучения 1.29, да, и соответствует действующей утвержденной форме, и как раз инспекторы проверяют именно протоколы проверки знаний по порядку 1.29. Равно как в сервисе хранится, формируется удостоверение, которым выдается после проверки знаний, да, то есть мы уже говорили, протокол проверки знаний сотрудников, которые сдали экзамен, и выдача удостоверений. То есть в удостоверении будут заполнены все поля, то есть достаточно будет только поставить подпись председателя комиссии, да, который подписал это удостоверение по порядку 1.29, все остальные данные и сервисы будут подгружены автоматически на того сотрудника, который сдал экзамен. Кроме протокола проверки знаний, сервис автоматом заполняется и само удостоверение, присваивается номер, ФИУ сотрудника, его должность, по какой программе обучения он прошел проверку знаний, достаточно будет собрать только подпись. То есть в сервисе трудаохраны 360 полностью структурируем документы обороны, да, то есть все документы хранятся в одном месте, естественно, они сохраняются, можно посмотреть и вернуться к предыдущему периоду, к предыдущим годам, посмотреть и отфильтровать по сотрудникам, как я уже говорила, по структурным подразделениям, по времени, по филиалам, по цехам, подразделениям и так далее, и так далее. То есть все необходимые документы хранятся в одном месте, они сохраняются и их нельзя и невозможно потерять. Мы сделали доработку и сейчас в сервисе трудаохраны 360 мы подгрузили полную правовую базу, да, то есть если вы хотите найти какой-то документ, да, то достаточно в поисковой строке забить, допустим, постановление 1.29, да, его можно распечатать, сохранить, перенесить себе в папку избранное, сохранить где-то на рабочем столе, можно хранить в самом сервисе и так далее. Значит, правовая база огромная, она разделена на федеральное законодательство, региональное законодательство, основные документы, и можно найти любой-любой правовой документ. Там более 52 миллионов документов в этой правовой базе. Она уже сейчас доступна и подгружена в сервис. То есть можно использовать любой нормативный документ, да, почитать, посмотреть. Значит, вся правовая база, она актуальна и актуализируется без вашего участия ежедневно. Те нормативные документы, которые утрачивают силу, делается отметка в нормативном документе, что она утратила силу, равно как если появляются, утверждаются новые документы, они добавляются в правовую базу, в сервис без вашего участия. В те документы, в которые вносятся изменения, точно так же законы, постановления, приказы, они подгружаются в эту правовую базу, да, и в действующий нормативный документ вносятся эти изменения. То есть они актуальны на сегодняшний день. Значит, вы можете перейти по ссылочке промо360.ut.ru, да, это демо-доступ к сервису труда охраны 360, есть специальные условия подключения, если вы перейдете, вы почитаете и посмотрите, да, на те, скажем, предложения с нашей стороны, которые мы вам предлагаем на сегодняшний день. Значит, коллеги, если по проверке знаний подвести итог, то мы понимаем, что любая организация, любой работодатель может проводить проверку знаний и обучение работников у себя внутри на предприятии. Есть определенные требования к руководителям и специалистам, которые должны проходить обучение только в федеральных органах исполнительной власти, либо в учебных центрах. Все остальные сотрудников можно обучать, в том числе руководителей специалистов, в комиссии своего предприятия. Комиссия должна быть легитимна, минимум три человека. Они должны пройти обучение как раз в органе федеральной власти, в учебном комбинате, и тогда уже можно будет проводить проверку знаний и обучение на территории своей организации. Обязательно делается приказ о создании комиссии, подписи обязательно должны быть всех членов комиссии в протоколе проверки знаний. Удостоверение по охране труда подписывает только председатель комиссии, члены комиссии его не подписывают, такого нет. В утвержденной форме порядка обучения 1.29 не забываем выдавать удостоверение после проверки знаний работников, которые сдали экзамен по охране труда. Так, сейчас мы посмотрим вопросы, которые вы уже начали мне задавать. Ежегодно проводится проверка знаний работников по охране труда по 12-часовой программе курсового обучения по охране труда. Обязательно дополнительно проводить проверку знаний по профессиям и видам работ или достаточно одной общей с отметкой ее результата в удостоверении. Коллеги, проверка знаний по охране труда, которую вы проводите по 12-часовой программе, это и есть проверка знаний по охране труда. Вы в нее включаете как раз все те особенности по профессиям, которые сдают экзамен, да, кладовщики, газосварщики и так далее. Поэтому проверка знаний по охране труда, она единая. То есть вы сдаете, сотрудники, вернее, сдают экзамен с вашей определенной периодичностью, и никакую другую проверку знаний вам проводить не надо, вы ее проводите. Как быть, если в организации не получается набрать на комиссию 5 человек? Если у вас не получается включить в состав комиссии 5 человек, то, как я уже говорила, порядок обучения позволяет нам делать комиссию и включать в нее минимум 3 человека. То есть не надо делать 5, сделайте комиссию из 3 председателя комиссии, да, и 2 члена комиссии. Включите туда специалист по охране труда и какого-то руководителя. 3 человека обучаете, и у вас комиссия будет легитимна. Если в штате организации всего 2 человека, как быть с комиссией? Коллеги, если всего 2 человека в организации, всего 2 человека, для чего тогда создавать комиссию по проверке знаний? Обучите этих 2 человек в учебном комбинате, они будут иметь удостоверение проверку знаний. То есть вам создавать комиссию нет смысла, потому что вам некого обучать, у вас всего 2 человека в организации. Обязательно ли каждый раз создавать комиссию по проверке знаний или можно создать постоянно действующую комиссию? Один раз сделал приказ на все время до изменений. Нет, создавать комиссию по проверке знаний, естественно, не нужно каждый год. То есть вы создали комиссию, да, постоянно действующую. Если у вас нет текучки, если у вас руководитель не увольняется и не приходит в другие организации, то, естественно, она легитимна на весь ее период времени. Вы сделали приказ, допустим, там, не знаю, 2008 года, включили в состав комиссии трех сотрудников. Они у вас до сих пор работают, принимают экзамены. Но члены этой комиссии, мы понимаем, да, один раз в три года должны также проходить обучение и сдавать экзамен в учебном центре, да, то есть в федеральном органе исполнительной власти. Поэтому у них просто вносятся изменения в приказ через три года, потому что в приказе мы указываем номер удостоверения члена комиссии, да, и где он прошел это обучение. Поэтому, как правило, если у вас нет такой текучки, как я уже говорила, то члены комиссии, вы создали приказ, через три года нанесли либо изменения в этот приказ, потому что новое удостоверение, да, либо удостоверение то же самое, оно просто продлено, да, то есть экзамен сдан. Если у вас они не меняются, то вы создали ее один раз, она у вас постоянно действующая. Обязательно ли выдавать работнику удостоверение? На сегодняшний день оформляем только протоколы. Все они хранятся в службе охраны труда, при необходимости выдаются копии. Коллеги, в порядке 1.29 там написано четко у нас, да, что сдается экзамен с оформлением протокола проверки знаний и выдачи удостоверений по охране труда. Инспектора при проверках требуют эти удостоверения. Поэтому удостоверение нужно выдавать и оформлять. Где взять форму удостоверения по проверке знаний? Коллеги, смотрите, удостоверение по проверке знаний, порядок обучения 1.29. Там есть протокол проверки знаний. Удостоверение есть в ГОСТе, да, образец самого удостоверения, да. Но если вы не приняли ГОСТ, да, и не руководствуетесь им, вы можете взять за основу его и переделать под свое усмотрение. Но, как правило, в удостоверении указывается номер удостоверения, организация, в которой проходил обучение сотрудник, фамилия, имя, отчество сотрудника, его должность, подпись председателя и название программы, по которой он проходил обучение. Но, сбегая вперед, сейчас же муссируется изменение порядка 1.29, да, и если изменение будет принято по проекту, то уже в удостоверении не будет указываться название организации, а будет только фио сотрудника и та организация, в которой он проходил это обучение. Оно будет уже сроком не на 3 года, а на 5 лет, и без привязки к конкретной организации. То есть при увольнении сотрудник, если у него удостоверение еще действует, не закончилось в течение 5 лет, и он поступил работать в другую организацию, к другому работодателю, то оно будет легитимным и действующим. Сейчас нужно заново проходить это обучение, потому что другая организация. Так, допустимо ли в протоколе проверки знаний подписи комиссии ставить фоксимиле? Закон нам этого не запрещает. В законе написано, должны быть подписи. Это может быть цифровая электронная квалифицированная подпись, это может быть фоксимиле. Да, но если вы в протоколе будете ставить подпись именно фоксимиле, то обращаю ваше внимание, затвердите это локальным актом в своей организации. О том, что у вас подписи членов комиссии в протоколах проверки знаний через фоксимиле. Все, делайте такой приказ, такое распоряжение и затверждайте. Обязательно ли в составе комиссии должен быть руководитель организации? Да, обязательно. Он у нас является председателем комиссии и он должен быть обязательно. Так, коллеги, извините, был небольшой технический сбой. Значит, обязательно ли в составе комиссии должен быть руководитель организации? Да, повторяю, да, обязательно. То есть у нас четко руководитель организации должен входить в состав комиссии. Сотрудник занимает две должности и при этом по одной должности он прошел обучение по охране труда в учебном центре. Надо ли по второй должности проводить проверку знаний по охране труда? Коллеги, мы проводим проверку знаний сотрудника по всем его вопросам охраны труда. Он занимает две должности. Значит, он, если это совмещение, то, естественно, он сдает два раза экзамен. Если у него выполнение функции второй должности включено в общую программу обучения по охране труда, по которой он сдал первый раз экзамен, то повторную проверку знаний по второй должности проводить не надо. Проверка работников и сотрудников. Понятно. Если класс 3.2 у работника нерабочей профессии. Коллеги, обучение и проверка знаний для всех. Инженер после высшего учебного заведения пришел на предприятие. Стажировка нужна. Если инженер пришел на предприятие на вредные условия труда, то стажировку нужно проводить. А с медицинскими работниками как быть со стажировкой? Значит, если медицинский работник пришел на работу с вредными и опасными условиями труда, то стажировка нужна. То есть все, кто приходит на работу на класс условий 3.1, 3.2, 3.3, 4, нужна стажировка. Стажировка не проводится, если рабочее место аттестовано по спецоценке с классом условий труда 1 или 2. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится в нашей организации не реже одного раза в 3 месяца. Как правильно отсчитать дату проведения повторного инструктажа? Например, с 1 января по 31 марта в любой день. Или надо отчитывать от последней проверки 3 месяца. Смотрите, коллеги, значит, если у вас повторный инструктаж на рабочем месте проводится ежеквартально, и сотрудник сдал инструктаж, допустим, 28 марта, то отчитываем от 28 марта, то есть от последней даты, не позднее 3 месяцев. То есть раньше можно, позже нельзя. Иначе ему нужно отстранить работу, потому что он не прошел ежеквартальный инструктаж по охране труда, потому что у вас периодичность ежеквартального повторного инструктажа. Где должна проходить проверку знаний комиссия по ежегодной проверке знаний у стропольщиков в объеме производственной инструкции? Объект не относится к категории опасных. Если организация или объект не относится к опасным производственным объектам, то это обычное обучение стропольщика по охране труда. То есть вы не ОПО, экзамен в Ростехнадзоре не нужен. Поэтому обычная проверка знаний вы проводите у себя внутри организации. Создаете комиссию, либо она у вас уже есть, и стропольщики задают экзамены у вас внутри комиссии. В каком нормативном документе можно посмотреть количество часов программы обучения по охране труда для учителей общеобразовательной школы? Коллеги, количество часов программы я вам уже говорила по типовым программам, утвержденных Минтруда. В презентации, которую вы получите, там есть номер этого документа. Для учителей образовательной школы вы можете посмотреть из этих типовых программ, но вы можете установить, то есть учителя, это инженер-технический работник, это руководитель. Он не работник рабочих профессий. Поэтому минимум 40 часов. Можно 16. Можно ли в комиссию включать специалистов по охране труда из других юридических лиц по договору ГПХ? Если у вас нет своего специалиста по охране труда, либо руководителя службы охраны труда, вы заключаете договор и привлекаете этого специалиста для участия в проверке знаний. Проверка знаний в школе. С какой периодичностью нужно проводить? Периодичность учителя, директор, зауч, это все руководители-специалисты. Периодичность один раз в три года. Подскажите про освобождение от первичного инструктажа офисных работников при работе с ПВМ. Значит, коллеги, если вы решили освободить офисных работников от проведения первичного инструктажа, вы делаете перечень этих работников и затверждаете его приказом, что директор предприятия у вас подписывает такой приказ, что освободить от проведения первичного инструктажа следующих работников и прикладывать перечень этих работников. Закон порядок обучения 1.29 нам это позволяет. То есть вы их освобождаете, и весь риск, всю ответственность уже несет сам руководитель, директор предприятия, за то, что он освободил этих работников. Если вдруг что-то произойдет, отвечать уже будет он напрямую. Если создана комиссия из пяти членов, можно ли при отсутствии двух членов болезнь, отпуск, командировка собираться для проверки знаний? Нет, коллеги, значит, вы создали комиссию из пяти человек, а два из этих членов комиссии заболели, у них командировка, значит, у вас должен быть кто-то взамен. Если вы утвердили приказом состав комиссии 5 человек, у вас есть приказ о создании комиссии из пяти человек. В протоколе проверки знаний должны быть прописаны все 5 человек, иначе инспектор придирается, накладывает штрафы. То есть он смотрит, что по приказу у вас проверку знаний, экзамен должны принимать 5 человек, а реально в протоколе только 3. Вы вписываете все 5 человек. Все 5 человек. Так, секретарь комиссии также должен пройти обучение в обучающей организации. Да, секретарь тоже должен пройти в обучающей организации, потому что он является членом комиссии. А порядок 1.29 нам что говорит? Что все члены комиссии должны пройти обучение в обучающей организации. Добрый день. Офисные работники проходят проверку знаний на ежегодной основе или в период 3 года. Как руководители специалисты класса условий труда 2. Офисные работники. Нет такой должности офисный работник и такой профессии. Что значит офисный работник? Если это менеджер по продажам, если это юрист, экономист. Открываем едино-тарифно-квалификационный справочник либо профстандарт. И смотрим, к какой категории относится данный работник. Естественно, менеджер по продажам, юрист, экономист, бухгалтер, главный бухгалтер. Это все специалисты. Поэтому у них периодичность 1 раз в 3 года. То есть смотрим определение, к какой категории рабочих профессий либо руководителей специалистов относится профессия, должность офисного работника. В форме протокола есть строка о представителях и исполнительной власти органов местного соуправления. Как быть с ними? Коллеги, смотрите, да, такие строчки есть совершенно верно в протоколе проверки знаний. Если вы привлекаете и приглашаете этих представителей для проверки знаний, то есть вы им сообщаете это письмом и говорите, что приглашаем вас принять участие в проверке знаний, они не появляются, они приезжают, и вы их просто... То есть в протоколе не нужно удалять эти строчки. То есть вы просто ставите там прочерки. Все, их нет. Но удалять эти строчки я не рекомендую, дабы избежать претензий со стороны инспектора ГИД, который скажет, что у вас форма протокола не соответствует обязательной форме по порядку 1.29. То есть вы их просто не приглашаете, да, то есть это на ваше усмотрение. Так. Должно ли предприятие, проводящее обучение своих работников, иметь лицензию на образовательную деятельность? Нет, не должно. Порядок 1.29 этого не требует. Я уже говорила, да, есть противоречие с законом образования в Российской Федерации и нашим порядком обучения руководителя-специалистов. Если работодатель проводит обучение своих сотрудников, создал легитимную комиссию, они прошли обучение в обучающей организации, и лицензию на ведение образовательной деятельности работодатель иметь не должен. Вы не занимаетесь именно образовательной деятельностью. Вы не даете и не обучаете по профессии. Вы проверяете проверку знаний и просто знания по охране труда. То есть вы не проводите обучение и не учите по профессии, не выдаёте дипломы. Это охрана труда. Лицензию на образовательную деятельность иметь не нужно. Можно ли создать две комиссии на предприятии? Можно создать две, три, пять, десять. Если у вас очень много структурных подразделений, филиалов, удалённых структурных обособленных подразделений на большом расстоянии от главного офиса, конечно, вы имеете право создать то количество комиссий, которое вы считаете нужным. Добрый день. Можно ли оформлять в протоколе первичные проверки знаний несколько работников, если они одной должности обучились программами обучения в один и тот же срок? Или оформлять протокол проверки знаний на каждого работника отдельно? Нет, протокол проверки знаний формируется на группу сотрудников по одной профессии, которую сдают экзамен. На каждого отдельно не нужно. Так, коллеги, наше время подходит к завершению. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание. Посмотрите, попробуйте наш сервис Трудоохрана 360 по той демо-ссылке, которая сейчас есть, и вы получите презентацию, естественно. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание. В этом году этот вебинар уже крайний. Встретимся мы с вами в 2020-м. Мы будем продолжать рассказывать на вкусные, интересные, болеющие темы, которые вообще существуют в охране труда, все те изменения, которые происходят. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом, пожелать вам всего-всего самого наилучшего, меньше травматизма, несчастных случаев, чтобы все у вас было хорошо, здоровья, счастья, любви. До новых встреч в 2020-м году. До свидания.